здравствуйте дорогие мои опять я с вами дмитрий трофимов и сегодня тема почему я боюсь словесных конфликтов почему я боюсь вообще конфликтов это важная информация потому что благодаря этой информации вы сможете копнуть глубже себя и понять почему у вас это состояние возникает почему вы избегаете конфликтов почему вы соглашаетесь когда вас атакующие например не знаю может быть как-то как-то унижает слишком сильно и вы такие говорите главное чтобы не было конфликтов я буду делать все что он говорит главное чтобы не было конфликтов и вот так сегодня мы об этом с вами поговорим как видите по традиции мы снимаем видео в машине и у нас есть фанаты которые любят обожают когда я снимаю видео в машине поэтому я вам передаю привет мои фанаты поехали почему вы боитесь словесных конфликтов смотрите на самом деле все просто вот просто когда-то в прошлом не обязательно это должно быть в три годика в пять лет это может быть в 10 лет вам было может быть и подростковом возрасте это было 15 лет имеет значение не значение что каком-то возрасте у вас был преследователь то есть он преследовал либо вас либо другого человека и вы постоянно видели что этого человека унижают либо унижали вас и там есть некоторые нюансы то есть вы это Либо вы были жертвой и вас преследовали. Вам нужно понять, что преследователь это человек физически, либо эмоционально сильнее вас. Либо вы видели человека, который был физически, эмоционально сильнее жертвы, а вы были свидетелем, как эту жертву постоянно унижали, уничтожали психологически, может быть даже и физически, и вы это все время наблюдали. Либо опять же, повторюсь, атаковали вас. И вы ничего с этим не могли поделать. Все, что вы могли поделать, это просто адаптироваться к этому токсичному человеку. И вы пытались выжить, в буквальном смысле слова вы пытались выжить в этой ситуации, и у вас закрепились определенные установки. Не высовывайся, не вздумай противостоять, потому что он сильнее тебя. Не вздумай сказать что-то против этого человека, потому что ты пострадаешь. Не вздумай что-то сказать, потому что тебя накажут. Все эти установки, они у вас в автоматическом режиме включаются в тот момент, когда может быть потенциальный какой-то словесный конфликт. Вы уже взрослый, но ваши установки ребенка. Это очень важно. Почему? Смотрите, когда вы были ребенком, эти установки вас спасли. Это защитный механизм, это неплохие установки. На тот момент для ребенка это были хорошие установки, потому что таким образом он выжил. Но, к сожалению, эти установки работают для ребенка. Но вы уже взрослый, вы можете поставить за себя, если захотите. Вы можете прокачаться по словесным конфликтам, Например, записаться ко мне в практику по конфликтам. Может быть, вы самостоятельно будете тренироваться по этой теме. Вы можете, но у вас эти установки говорят, ты беспомощен, у тебя не получится, ты должен выживать, ты должен подстраиваться. И пока вы не увидите, не осознаете эти установки, пока вы не вспомните ситуацию из прошлого, где это происходило, пока вы не поймете, как эти установки влияют на вас, вам будет сложно постоять за себя. Поэтому самое главное, самое важное, это именно увидеть те схемы, которые у вас включаются, увидеть эти истории, которые в вашей голове. Ну, давайте пример. Допустим, у какого-то взрослого человека есть траконфликтов. Он начинает вспоминать, и вот у него приходят такие мысли, такое воспоминание, что папа постоянно приходил домой злой после работы, мама к нему всей душой улыбалась, а он ее начинал ругать. И когда он был ребенком, он это все наблюдал постоянно, и у него приходила установка. Не вздумай что-то делать, если человек приходит в плохом настроении. Не вздумай каким-то образом проявить себя. Спрячься от этого человека, потому что это опасно. Эти установки закреплялись, и когда человек уже вырос, эти установки у него стали включаться в любой ситуации конфликта, где кто-то не в духе приходил, и может быть настроение не очень. Или, например, это может быть ситуация, которая потенциально еще не, там нет конфликта, но он уже видит по лицу человека, что что-то не то, и он пытается этот конфликт по-разному избежать. И давайте еще расскажу вам про признаки, именно в теле, как это проявляется, если вы боитесь каких-то конфликтов, словесных конфликтов. Первое, это у вас отключается горло, то есть вы не можете говорить, вы пытаетесь, но не получается. Второе, отключается мозг, вы не можете сказать какие-то фразы, вы не можете поставить себя, нужно же подумать, да, когнитивные какие-то функции включить, но у вас не получается, мозг отключается полностью. У вас деревенеет тело, вы не можете двигаться, либо наоборот, вы хотите убежать. То есть, наоборот, у вас выбрасывается много адреналина, кортизола, и вы такие, надо убежать. То есть реакция в теле достаточно сильная. В грудной клетке, может быть, зажатости, зажимы, руки могут дрожать. И это все тоже проявление, что у вас скучается в этот момент установки, которые говорят, ты должен в любой ситуации выжить. И самый лучший способ выжить, это либо замереть и ничего не делать, когда сейчас может произойти конфликт, либо уже произошел конфликт, либо бежать. Бежать, бежать, бежать. И только после того, как тебя отпустят, у тебя приходят мысли, ага, надо было сказать именно так, ага, надо было постоять за себя вот так. Вот здесь я мог классную фразу сказать. Эта информация приходит в тот момент, когда вы уже расслаблены, когда вы спокойны. И конъективные ваши функции уже включились. И в этом и прикол, что кажется, что как будто бы ага, я бы мог. Но как только эта ситуация повторится, опять все отключается. И опять вы ничего не можете сказать. Но даже если вы преодолеете себя и попробуете постоять за себя, то ваш голос будет дрожать, ваши руки будут трястись. Вы будете говорить неуверенным голосом и тем самым подтверждая, что вы не можете защитить себя, потому что вы в состоянии жертвы находитесь. Атакующий видит, ага, он слабый, он боится, значит, я еще сильнее могу его атаковать. И он еще усиливает натиск на вас, а вы не можете ничего с этим поделать. И вот это нужно убирать. Эти установки нужно прорабатывать. Это состояние автоматической реакции, защита, когда вас атакуют, нужно тоже тренировать. Опять же, это все можно сделать у меня в практике по конфликтам. Можно самостоятельно в этой теме поискать какие-нибудь видео на ютубе. Опять же, на моем канале есть видео, техники по конфликтам. Их тоже можно уже попробовать применять. В общем, вариантов много. Суть одна. Страх конфликтов прорабатывается. Страх словесных конфликтов можно убрать. И уверенно себя чувствовать, когда на вас кто-то наезжает. Напоминаю, что нужно подписаться на мой канал. Напоминаю, что нужно поставить лайк на это видео. И написать комментарий, что вы думаете по этому поводу. Ну, напишите хотя бы привет. Привет, уже хорошо. И классного вам настроения. И 10 миллионов долларов, чтобы вы могли потратить, когда у вас классное настроение. Пока-пока. Давно уже я не снимал видео. И так я соскучился по вам. И все бы вас вот так вот обнял бы своей, хотел сказать, любовной улыбкой. Ну, пусть так будет.